привет от старых щеблет здравствуйте мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема лук сегодня речь пойдет о белом луке комета и крупноплодном луке эксибишен почему о том и другом сразу потому что они на одной грядке один ряд одного другой ряд другого что нужно делать для того чтобы ну все дышало все росло и не доставляла уж особых хлопот ну сказать что лук здоров не могу потому что один здоров другой не очень у него значит поражены вот и чуть загнуты кончики перьев но калием я его поливала значит это все-таки луковая муха несмотря на то что лук обработан со страшной силой перед посадкой он еще и вымочен был в навозной жиже ну вот как-то не помогло знаете я даже не знаю причину ну не помогло значит не помогло он будет обработан еще раз налью ему не знаю стирального порошка или соли что-нибудь он получит значит но уже начинает образовываться луковицы поэтому поэтому как бы надо поторопиться иначе потом будет поздно это делать вот остановиться хочу вот на этой штуке узнаете да это мой любимый инструмент ну у меня в руках как всегда мой любимый инструмент да это полонник я без него на грядке не выхожу потому что все что вы там вот так царапаете что там руками вырываете мне это прикид и у меня спина одна поясница тоже одна и это все надсадно для того чтобы за одну минуту обработать от травы и сразу прорыхлить вот эту грядку мне нужно сделать вот такое движение вот внимание за мной внимание я поставила полонник рыхление важнее поливки понимаете я его поставила и все мы понесли с ним до конца гряды несёмся вот так 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 смотрите вся трава которая встретилась естественно было выпало то все нет травы и есть рыхлая почва и и поверхность такая прям дайте но мелкая и при любом солнце которое будет печь и жарить вот это вот рыхленая поверхность не даст испаряться влаге сразу не даст то есть под поверхностью всегда у корневой системы будет стоять влажная почва то есть вода это то что надо растения если у вас вообще нет воды на даче я вам сто раз говорила что рыхление это двойная поливка все что вы прорыхлите это будет благо для растения я вам хочу сказать что растения хотят и есть и пить и быть ухоженными поэтому не надо лениться но вы же не делаете это каждый день вы делаете это раз в неделю раз в 10 дней нет никакой особой травы с таким инструментом вообще без проблем поэтому напрягитесь вам нужно всего ну на такой огород но 15 минут для того чтобы все прорыхлить и всю траву выпало не наклоняясь услышали меня я надеюсь что да всего вам доброго и до свидания